приветствую вас уважаемые автовладельцы и автолюбители в эфире приложение к передаче автомобиль ну а сама программа выйдет чуть попозже по многочисленным просьбам сегодня ремонтом займемся при том ремонт будет необычный в чем его необычность начну издалека экономическую ситуацию в россии да не только во многих странах можно сейчас обрисовать одним словом на букву ж ну попа если сказать не то что культурно по-детски это хорошо показывают продажи новых машин на протяжении двух лет ну в россии они падают и при том что печально дына не видно поэтому наш автолюбитель все реже ходит в автосалоны и все чаще на вторичные рынки хотя на авторынках ситуация тоже печально хотя если посмотреть на график падение более пологая жень покажи как я хожу по рынку какую-нибудь машинку выбираем так вот бывает найдешь какую-нибудь машину заведешь мотор вроде неплохой проедешься трансмиссия подвеска тоже вроде в порядке но поднимешь на подъемники посмотришь ржа гниль а то и дырку разговаряешь при том я говорю не только про такие автомобили как классические жигули семейства лада самара него которая станет героем нашего ремонта эти машины традиционно ржавеют но и про иномарки не про все конечно но например жизнь покажи mazda 626 тоже мы брали на рынке по кузову так поначалу вроде ничего но подняли на подъемники глянули лучше б не смотрели в общем mazda классический пример иномарки которая имеет низкую коррозийную стойкость и прекрасно цветет ржавеет и гниет маздоводы бежитом дизлайки начали ставить вот я вам и что интересно ведь мы отказываемся от покупки таких машин мотивируя просто самая дорогая деталью машины это кузов а ведь именно такие автомобили предлагает по таким привлекательным ценам может быть зря отказываемся с одной стороны да не в порядке подвеска можно починить своими силами даже в моторе можно покопаться кое-чего сделать своими руками а вот кузовной ремонт здесь как минимум нужен сварочный аппарат а лучше к нему еще в придачу и хороший сварщик а может быть не нужен вот сегодня мы и посмотрим кузовной ремонт альтернативный кузовной ремонт без сварочного аппарата и без сварщика это как а вот так давай же не врубай кино итак приглашаем вас в гости к нашим знакомым отец и сын да не смотрите что это вдруг я помолодел дело-то было 12 лет назад подгнила семейная нива времена тоже были не самые лучшие а поэтому решено было машину восстановить при том своими силами и главное без посторонней помощи сварщика благо и гараж свой имеется и руки из правильного места растут и вот она альтернатива сварной точке заклепка метод не хитрый а поэтому мы считаем что многие могут попробовать силы и заделать дыру в своей машине инструмента много не надо болгарка металл резать дрель хорошо если будет и беспроводная электролобзик хотя можно и без него и конечно заклепочник лучше 21 помощнее а вот и главный материал заклепки вытяжные при том обязательно стальные алюминиевые не годятся электрохимическая коррозия нам ни к чему как же работает заклепочник он тянет металлический стержень который сминает заклепку и обрывается не сложно ну тогда давайте заделаем вместе с нашими героями дырку в лонжероне ее уже зачистили придали форму прямоугольника вырезали стальную заплатку в которой сверлим отверстие под заклепки закрепляем заплатку при помощи болтов и теперь сверлим отверстие уже в лонжероне важный момент перед тем как лепать защите металл сейчас есть хорошие стойкие грунтовки с антикором не будет лишним антикорить и заклепки обратите внимание на два момента центровка для которой используются болты и отсутствие зазоров для этого в данном месте заплатку поджали струбциной для демонстрации мы специально выбрали сложное место лонжерон ведь по заплатке пройдет балка а поэтому заклепки с шляпкой недопустимы значит здесь классика жанра при помощи молотка ставим обычную стальную заклепку поверхность данном месте должна быть идеально ровной впрочем клепать можно не только днище но и внешние детали вот у него проблемное место гниет металл в месте крепления бампера вырезаем гнили здесь абы какой заплаткой конечно не обойдешься придется купить донора благая железо на него недорогое на готовой заплатке конечно будут видны заклепки но в таких местах даже есть свой шарм бампер усиленной в нагруженных местах например лонжероны наши герои использовали и более мощные 6 миллиметровой заклепки а в остальных пяти а как часто ставить да как заводская точечная сварка вот с такой же частотой клепаем конечно скептики всегда найдутся и усомнятся в крепости и надежности такого ремонта дим ну как ты считаешь что все-таки лучше заклепка или все-таки старый метод сварка ну сварка с одной стороны когда на есть хорошо да можно заварить ну я тебе показывал что сверлить столько дырок а тут связная заклепочка время вообще покажет что будет дальше я думаю что заклепка во первых работает на срыв на боковой смещение на это смещение конечно плохо работает но она выдерживает 100 килограмм на срыв сколько заклепок вот и посчитай килограмм можно выдержать ну что показало время об этом чуть позже а пока скажем что если уделить нужное внимание антикору то заклепка даже лучше сварки ведь гниют отремонтированные машины зачастую по сварным швам а наши умельцы использовали дедовский метод пластилин кому-то покажется странным но на наш взгляд это лучший антикор который мы также применяли при том в смеси с маслом впрочем эта тема уже другого ремонта вы обратили внимание на слова дмитрия время покажет вот эту съемку мы делали в 2004 году сейчас 2016 12 лет я думаю неплохой временной испытательный срок для заклепок в общем мы вновь разыскали эту него но здравствуй него смотрю нынче у тебя другой хозяин не столь заботливый и зимой что уже не в гараже а на улице это конечно сказалось на кузове коррозийная стойкость как мы уже сказали на классических вазовских машинах слабенькая рыжие пятна повсюду но нас интересуют ремонтные места 12-летней давности и конечно заклепки вот та самая заплатка на заднем бампере неплохо притом обратите внимание заклепки в отличном состоянии они стальные но коррозии нет даже там где металл ржавый заклепки все равно стоят пороги на заплатках кое-где отвалилась грунтовка железо порыжело но заклепки прекрасно выполняет свой руль и что мне нравится стыки не ржавеют что мы нередко наблюдаем у сварных швов нища в местах ремонта тоже все неплохо дыр нет и главное заклепки прекрасно справляется с нагрузкой поэтому вывод наш очевидный такой альтернативный ремонт имеет право на жизнь стойкость соединения превосходная нагрузку держит не зря же заклепки применяют и в корабле строение и в авиации конечно в автомобиле строение тоже и повторюсь главное для нас автовладельцев небольшие повреждения кузова вполне возможно проклепать самостоятельно как говорят в народе глаза боятся руки а руки делают и в нашем случае сделали отлично на 12 лет хватило вот такой у нас сегодня получился ремонт оценивайте лучше так конечно и рот фронт автомобилисты всех стран объединяйтесь жень вырубай шарманку